Здравствуйте! Как планируется мероприятие гражданской обороны и как взаимодействует МЧС России с Международной организацией гражданской обороны? Об этом говорим в нашей студии заместитель начальника отдела планирования мероприятий гражданской обороны, управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Грабекин. Иван Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Сначала хочется поздравить вас с прошедшим уже всемирным днем гражданской обороны и с тем, что этот год юбилейный. Спасибо. И хочу поинтересоваться, как давно вы начали работать в службе МЧС и какое у вас направление работы? В МЧС России я начал проходить службу с 2005 года, в Главном управлении МЧС России я проходил службу с 2015 года. Направление – это организация мероприятий гражданской обороны на территории Самарской области. Международная организация гражданской обороны, что сегодня представляет из себя? И можно несколько слов об ее истории, когда она была создана? Международная организация гражданской обороны была создана в 1931 году. Прежде всего, она задумывалась как организация, которая обеспечивала бы защиту беженцев в военное время. Предполагалось, что на территории каждой страны создавались районы по защите населения исключительно в военное время. Вплоть до 1960-х годов. В 1972 году был принят устав гражданской обороны, устав Международной организации гражданской обороны. И статус этой организации немножко поменялся, добавились мероприятия именно по защите не только от угроз военного времени, но и от чрезвычайных ситуаций, скажем так, природного техногенного характера, которые характерны. Хотя хочу отметить, что результатом деятельности в тот период было признание данной организации на международном уровне, увеличение количества убежищ для защиты населения. Соответственно, с 1972 года уже, хочу еще раз сказать, подчеркнуть, что проводится работа именно по комплексу мероприятий по защите в ЧС мирного времени. Российская Федерация входит в состав сотрудничества с Международной организацией с 1993 года. На данный момент в состав участниц входит 58 организаций. 58 стран поправлялись, а также более 100 организаций аффилированных, которые принимают активное участие в работе данной организации. А российские представители входили в состав руководства этой организации? Я более скажу, с 2014 по 2018 год председатель был гражданин Российской Федерации. Кувшинов Владислав Валентинович. А с какими странами Россия конкретно сегодня сотрудничает, взаимодействует? Вы сказали, 58 стран, но, наверное, не со всеми выстроено такое взаимодействие. Вот наиболее, может быть, естественное сотрудничество. Мы находимся на таком моменте, что имеется три направления сотрудничества в целом с Международной организацией. Первое направление – это создание центров мониторинга чрезвычайных ситуаций. Головной центр находится в Женеве. В 2016 году был создан подобный центр в Никарагуа. Специалисты национального центра в кризисных ситуациях МЧС России принимали непосредственное участие по созданию данных центров. Также международная организация сотрудничает, соответственно, со странами СНГ, Латинской Америки, Европы, странами Африки. В рамках именно создания вот этих вот центров проводится работа по мониторингу оценки рисков чрезвычайных ситуаций. Потому что Российская Федерация, я хочу сказать, является основоположником данной работы. Сотрудники данных центров проходят ежегодно обучение в Академии гражданской защиты. В 2016 году, например, проводился учебный сбор. Плюс ко всему, в международной организации создана с 2015 года, функционирует Академия, которая проводит обучение и подготовку специалистов дистанционным методом. А как это выглядит дистанционным методом? Какие технологии используются? Разработаны соответствующие программы, программы аппаратные комплексы, которые доводятся до специалистов, как необходимо работать для того, чтобы... Чтобы была одна система, да, быстро на работе, да? Чтобы была одна система и обмен информацией, обмен опытом, вот. Потому что, ну... А там из каких стран специалисты обучаются вот по этому... по этой системе дистанционного обучения? Значит... Как это вот проводится работа? Насколько стран она распространяется? Ну, она распространяется на страны Белоруссии. Мы работаем, очень тесно сотрудничаем. Вот. С 2016 года Катар, Саудовская, Аравия... А вот с Катаром на английском языке, международный язык английский? На шести языках проводится подготовка специалистов. Да, ну вот это уже серьезно. И активы, хочу заметить, вот именно эта работа была организована при участии вот Российской Федерации. То есть... Они стали основоположниками, сами создали, да? Основоположниками, конечно, и мы делимся опытом. Подобного опыта в мире, но нет. Ну, конечно, новые технологии нужно использовать. И сейчас используется дистанционное обучение во многих сферах, областях. Поэтому все это здесь оправдано. Что касается уже работы на территории Самарской области, Самар. Расскажите, в чем она состоит, из каких направлений вы, как заместитель руководителя, начальника отдела? Как планируете эти мероприятия и что это за мероприятия? Они носят профилактический информационный характер? Какой? Если останавливаются на мероприятиях гражданской обороны, да, они носят и информационный характер. То есть, опять же, останавливаюсь, если получили сигнал гражданской обороны, то есть сирена заработала, да, вот, сразу необходимо включить телевизор, радиоприемник, да, сигнал внимания всем, так называемый, да, побуждение к действию, с получением которого уже... Дальнейшие действия проводить. Дальнейшие действия, конечно. Вот. Наш отдел и главное управление занимаются планированием мероприятий, как в органах исполнительной власти, так и в органах местного управления, а также организаций. А с образовательными учреждениями вы сотрудничаете? Потому что, ну, знание, наверное, все мы знаем, что нужно с детства прививать, и чем раньше какие-то вот на популярных каких-то таких основах для начинающих, да, вот детям говорить об опасностях, как-то все. Данная работа проводится следующим образом. Ежегодно на территории Российской Федерации, в Самарской области, в частности, проводятся все российские уроки по основам безопасности жизнедеятельности. И вот 2 марта как раз на территории Самарской области было организовано проведение данных уроков. Было задействовано более 600 школ, вот, более 200 тысяч учеников было задействовано проведение данных уроков. Вот. На данных уроках были доведены для учащихся правила безопасного поведения, вот. Соответственно, доведена также история создания Международной организации гражданской обороны. Вообще, целью этих уроков, помимо доведения, да, вот этих правил безопасного поведения, является и популяризация профессии пожарного спасателя, патриотическое воспитание молодежи. Да, кстати, в этом году 75 лет. Да, мы приглашаем на данные занятия председателя Совета ветеранов Самарской области, солдата Николая Лаврентьевича, который доводит тоже эту информацию, проводит уроки, активно участвует в данном мероприятии. То есть такое патриотическое направление уже получается, работа. Вот. Вместе? Ну, вы понимаете, почему это очень важно? Ведь в повседневной жизни молодое поколение, скажем так, ну, от младших классов до десятых классов, они до старших классов, да, скажем так, как правило, вот, последние годы, да, сидят в телефонах и... В интернете. Не знают элементарно, мы даже доводим элементарные вот вещи, как нельзя вести себя на улице, да, чтобы, не дай бог, не получить травмы и в зимнее время, вот, и как соблюдать меры противопожарной безопасности, вот, что не нужно там, грубо говоря, если есть необходимость по телефонам экстренных служб, в которой я вот хочу еще раз остановиться, 101 и 101 набрать, не нужно стесняться, вот это мы объясняем с малых лет. И у людей уже после этого урока в голове, так сказать, откладываются данные правила поведения, вот, люди знают, что нужно делать, что не нужно делать, что, может быть, лучше, грубо говоря, на лед вообще не выходить, да, чтобы туда не провалились, ну, простыми словами. Эта работа у нас проводится, ну, скажем так, постоянно, вот. В данной работе также участвуют специалисты управления надзорной деятельностью, вот. Вы сказали про лед, упомянули, наверное, сегодня сезонная, это самая большая опасность, да, вот, которая грозит тем, кто, даже тем же рыбакам или школьникам. Я остановился как раз вот про... Что вот можно дополнительно сказать, как предостережение, может быть, гражданам? Ну, главное, главное предостережение, я хочу вам сказать, это просто не выходить на лед. Начнем с этого. Да, при минус, там, 20 градусах, грубо говоря, 30 градусов, это безопасно. Но люди все равно перенебрегают, выезжают на лед на автомобилях, вот, все мы прекрасно это понимаем, да. А вот, а также продолжают, так сказать, рыбалку, уже когда, так сказать, весенние месяцы. А как организовано информационное сообщение, когда можно выходить на лед, а когда нельзя, с какого периода? Как информируется население? Как выстроен вот этот механизм? Через что, через какие? Через СМИ? Через СМИ, вот, на сайте Главного управления МЧС России постоянно выкладывается данная информация, что, ну, предупреждающая об опасности, вот. Соответственно, в рамках открытых уроков для подрастающего поколения, вот, проводится. Понятно. Ну, что касается пожаров, то тут, наверное, предварительную информацию дать такую вот невозможно, но в каком-то объеме она все равно подается. Какая актуальная информация, вот, при противодействии, профилактике пожаров? Если мы останавливаемся на природных пожарах, да, вот, ежегодно в Самарской области вводится, ну, как и на территории других субъектов Российской Федерации, особый противопожарный режим, вот. В ходе которого, так сказать, нежелательно вообще находиться в лесу, да. При определенных температурах высоких, да, вот, когда жаркие дни? Конечно, конечно. И, я говорю, ни для кого не секрет, что люди выходят, да, отдыхают, где-то происходит пал травы, вот, в сельской местности, так сказать. Вроде бы потушил, простыми словами, да, а потом огонь распространяется, и с низового переходит в верховой, вот. Вот, и очень сложно уже, ну, все мы видим статистику, все мы видим материальный ущерб, вот. Поэтому данная работа с населением проводится, с населением, вот, прежде всего, в сельской местности, вот, представителем управления надзорной деятельности. Ну, про подрастающих поколений я уже сказал, вот. Ну, и вот. В связи с тем, что меняется и поколение, как вы уже заметили, да, что сегодня все дети и в интернете, и в телефонах, какие-то новые способы работы профилактической используются? Вот, вот, новое для молодежи, чтобы она воспринимала, это схемы, какие-то новые решения находятся, вот, чтобы не просто, вот, в лекционном порядке, да, вот, прочитал бы лекцию, да, вот, что, как-то можно придумать? Открытых уроков говорим, самое главное, если увидели, что что-то загорелось, не надо это снимать на телефон, как у нас обычные взрослые дети, а сразу позвонить, 101 или 01, так сказать, а не снимать и смотреть, как эта ситуация происходит, вот, это я хочу довести, так сказать, обратить на это особое внимание. Да, трагический случай недавно был, вот, в каком-то городе блогер-девушка, она вот, когда загорелась там что-то, баня или какой-то комплекс, вот, слышали вы про него, и она вот вместо того, чтобы действительно помогать, она все это сняла и выложила в интернет, в свой вот этот вот блог или что-то там, это вот нужно о чем думать, да, вот, как-то вот действительно поражаешься, а это вот наша реальность, получается, что сейчас вот люди так реагируют, и это считается... Ну, я хочу сказать, что мы вот на каждом уроке, открытом уроке, эту информацию до детей доводим, потому что, ну, никто, им никто об этом не объяснит. Да, ну, кстати, сейчас в телефонах устанавливается специальное мобильное приложение, вот, на железной дороге, да, что вот, когда приближается он, вот, новшество такое есть, там, безопасность, как-то вот можно реагировать на приближающийся поезд, по-моему, что-то такое вот, есть такие, разрабатываются вот новые приложения. Ну, я хочу сказать, что прежде всего вся информация у нас есть размещена на сайте главного управления, вот, обращаю на это внимание, чтобы люди заходили, смотрели вся актуальная информация противопожарного режима и правила безопасного поведения там на льду, да, вот, и на водоемах, вот, с инструкциями, с подробными, чтобы... Ну, а какие ситуации еще классифицируются как чрезвычайные, ну, кроме, вот, лед, пожар, еще что, вот, на что нужно обращать внимание? Ну, простому обывателю этого достаточно, у нас есть понятно, что Самарская область – это район, где очень развита промышленность, да, соответственно, поэтому у нас характерны и техногенные чрезвычайные ситуации, вот, если вы вспомните, авария была на Чапаевском даже полигоне, да, крупные, вот. Вот, поэтому, ну, система РСЧС у нас работает таким образом, что мы готовы отразить любые чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Раньше в школах, вот, я сейчас вспоминаю, учили пользоваться, одевать и противогаз, и вообще разбиралась система безопасности очень подробно. А сегодня, школьники, какую информацию есть, какие-то уроки специальные, где говорят о гражданской обороне, о безопасности, что-то, как выстроена вот эта система, именно в образовательных учреждениях? В образовательных учреждениях до пятого класса предподается предмет окружающий мир, с пятого класса предподается предмет основы безопасности жизнедеятельности, вот. Плюс к этому, в рамках вот открытых уроков, мы, сотрудники главного управления показывают ученикам, как одевать средства защиты, рассказывают, что такое защитные сооружения. А вас привлекают к такой работе? Как-то вы выходите тоже в школу? Сотрудники МЧС, вот чтобы уже... Я об этом и говорю, что... Кроме учителей? Нет, кроме учителей, проводят занятия в школах сотрудники главного управления, управления надзорной деятельностью, пожарно-спасательных частей, вот. Производятся выставки пожарной и спасательной техники, вот, в рамках этих, в рамках открытых уроков. Опять же, чтобы популяризировать профессию пожарного спасателя, показать, что такое пожарная машина, да, объяснить правила поведения, вот, рассказать про средства защиты, про гражданскую оборону. Вот, кстати, касаемо еще гражданской обороны, и именно МОГО, да, вот, одно из направлений деятельности, это разминирование после локальных конфликтов, так сказать. Проведу параллель, проведу параллель. Вот, после Великой Отечественной войны, у нас в 61-м году, произошел переход от местной противовоздушной обороны к гражданской обороне. И первые десятилетия, вот, страна занималась тем, что разминировала огромные участки. На территории, именно, вот, естественно, Советского Союза. Вот, Международная организация гражданской обороны занималась этой работой, также в послевоенное время, на территории государств-участниц. Вот, до сих пор эти работы проводятся, вот, соответственно, это также доводится до учащихся данной информации. А как, ну, просто информация или какие-то практические навыки, разминирование, это очень серьезная тема. Нет, мы просто доводим, что специалисты, потому что, ну, не каждый знает, да. Ну, прошел локальный конфликт и прошел, по новостям у нас идет. Ну, там же, так сказать, после данных локальных конфликтов остаются, соответственно, вот, неприятные последствия, да. И еще я хотел бы добавить по направлению деятельности МОГО, почему я вернулся, потому что не затронул. Это, я считаю, что очень важно, это создание складов с необходимым имуществом для проведения военно-спасательных и других неотложных работ, которые пополняются и финансируются за счет стран-участниц. А что это за имущество? Какое? Ну, это спасательное оборудование. Вот мы возьмем, к примеру, там, Киргизию, да, условно говоря. Вот. Не так экономически страна развита, да, что позволить ими, да. Вот. Поэтому могу, международная организация, работать с странами СНГ, вот, шесть складов на данный момент уже есть. В Армении также имеется склад, вот. В Сербии, я хочу сказать, гуманитарный центр открыт, вот. Проводится работа по доставке гуманитарных грузов, вот, в том числе и на Украину. В 2017 году была проведена операция по доставке гуманитарных грузов в Волгоградскую область, вот, после пожаров. Эта информация также доводится до учеников. Что касается вашей работы, работы отдела планирования мероприятий, скажите, как оценивается ее эффективность? Потому что вы отметили профессиональный праздник, и, как правило, к этой дате подводятся какие-то итоги. Планы новые строятся, вот, что вы можете сказать? Как оценивается эффективность, какие итоги, да, вот, за год? И что на будущее запланировано? Как выстраивается такая вот работа? Планирование вперед, вот, что у вас, какие уже задачи на следующий год, на начавшийся? Ну, я хочу сказать, что эффективностью нашей работы, показателем эффективности нашей работы является грамотное планирование мероприятий грузовской обороны на местах, то есть органами местного управления, органами исполнительной власти и организациями. Вот, ежегодно проводится учение по данному направлению, вот, если вы вспомните, да, опять же, вернемся в советский период, да, по эвакуации и тренировке. Да, ну, там были вот крупные предприятия и работа... Сейчас эта работа также проводится на предприятиях, то есть люди, каждый сотрудник, да, каждый работает... А сейчас больше мелких предприятий, раньше были крупные, и там вот можно все организовано было, хорошо, масштабно провести, а сейчас вот как-то все разрознено. Учение проводится, как и на территории городских кругов, внутригородских районов, да, с участием предприятий и организаций, да, все эти мероприятия у нас проводятся, вот. И эта работа будет продолжаться, совершенствуется законодательство в опыте держанской обороны, вот, направленное в том числе и на обеспечение средствами защиты населения. Вот если взять, для примера, среднее какое-то учреждение, как выстраивается эта работа, с кем вы там контактируете, кто представляет, кто отвечает за эту работу, и как сотрудники вообще в этом участвуют? Значит, смотрите, в каждой организации имеется работник, уполномоченный на решение вопросов в области ГОВА, вот. Соответственно, мы работаем с данными должностными лицами, и данные должностные лица планируют эти мероприятия, а главное управление оказывает методическую помощь по данному вопросу, ну и, соответственно, осуществляет контроль. Ну, контроль их деятельности, контроль их работы. Да, 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 то есть понятно, уже вот именно по этому направлению. Еще хотелось бы, наверное, услышать о деятельности на современном этапе. Вы начали уже говорить о сотрудничестве России с МОГО, вот с этой международной организацией. Россия сегодня чем занимается? Вот если взять российское направление, оно какое? Мы стали, значит, пионерами в области дистанционного обучения, а сегодня акцент такое основное направление какое? Дистанционное обучение остается. Создание центров мониторинга черчайных ситуаций остается. Вот, создание, соответственно, складов, эти три направления, которые они будут только наращиваться, опять же, гуманитарная помощь, поставка специальной техники. Вот, я уже как ранее останавливался в Сербию. В 2020 году запланирована поставка, значит, пожарно-спасательной техники в Монголию. Вот, оснащение гуманитарного центра в Сербии запланировано. Вот, ну, и хочу остановиться, что ежегодно проходит обучение иностранные специалисты в Академии гражданской защиты и в других учебных заведениях МЧС России по спасательному профилю. Обучение дистанционное, а вы лично не выезжали куда-то за рубеж, чтобы вот как-то увидеть воочию, что там происходит? Нет, я не выезжал за рубеж, я участвовал в ликвидации черчайных ситуаций на территории Российской Федерации. Ну, пожары десятого года, скажем так. Понятно. Хотела только спросить про какой-то случай из вашей практики, который вам особенно запомнился. Вот вы начали уже говорить, что где-то участвовали. Расскажите подробнее, что это было. Ну, прежде всего запомнилась ликвидация пожары десятого года в городе Саров, в городе Саров, в Нижегородской области, на границе республики Мордовия. Вот. Что запомнилось? Прежде всего, знаете, хочу сказать, что еще раз возвращаюсь к тому преддверии вот пожароопасного периода. Вот. Это то, что нужно соблюдать требования пожарной безопасности. Исключить вот халатное обращение, чтобы не было таких, у нас, так сказать, черчайных ситуаций материального ущерба для государства. Да, были у нас вот, горели леса около Тольятти, да, вот несколько лет назад. Вот это действительно было страшно. Да. И уже тогда вот выяснили же, что к этому привело расследование. Не помните вот таких каких-то подробностей. Ну, как правило, как правило, это халатное обращение. Вот. Нарушение требований пожарной безопасности. В заключение еще раз хочу, помимо открытых уроков, сказать, что также у нас планировались поздравления, проведены поздравления ветеранов гражданской обороны, вот, в рамках Всероссийского дня. Вот. Выставки техники, открытые уроки, вот, в которых, я говорю, задействовано более тысячи с лишним человек, учитывая учеников, ветеранов, граждан, вот. Да. И у нас остается буквально одна минута. Хочу вас попросить еще раз напомнить телефон, и вот к кому обращаться, потому что черчайные ситуации они могут вот в панику, да, как-то вылиться. Даже забудешь известные номера. Вот что первое сделать? И если вдруг телефон разрядился, вот такая ситуация, или там утонул, или там, ну, не знаю, вот что тогда делать. Номера телефонов, а если этого нет, свет связи? Прежде всего, прежде всего, если человек идет, там, опять же, на водоем, да, или в лес, надо заранее продумывать данные вопросы. Телефон 010101 нужно помнить, да, можно там у товарища попросить позвонить. Всегда есть возможность, да, дозвониться и сообщить о проблеме. А вдруг вне зоны, вот, там бывает, что на озере, вне зоны, там, действия мобильной сети, или что-то такое, что и утонул, вот, рюкзак вместе с этим, с телефоном. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что следует просто не допускать попадания в подобные ситуации. Вот. А зрителям, так сказать, младшего возраста не стесняться сообщать, даже если это будет какой-то, ну, ложный вызов, так сказать. Мы об этом, кстати, в школе, вот, на последнем... Конечно, конечно, конечно. Лучше перестраховаться, да. Потому что зачастую ребенок просто боится, думает, я сейчас вызову, и будут проблемы. Ну, с другой стороны, есть и случаи хулиганства, да, когда специально звонят и говорят, вот, что-то, какую-то информацию. Это, да, ну, вы знаете, спасенная жизнь будет намного ценнее, чем боязнь, что вдруг подумаешь, что это случай хулиганства, хочу сказать. Ну, что ж, на этом мы закончим программу. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова